Чё ты там логотип снимаешь на меня наведи? Ребят, всем привет! 29 серия про двенашку. Сегодня у нас будет снова доработка оптики. Да, я знаю, что мы ставили новые фары, но сегодня мы вас удивим. И в конце будет розыгрыш, так что досмотрите до конца. Погнали! Электрокод прислали мне новые диоды. Вот что-что, а электрокод по всяким лампочкам, и всякой электротехники лучшие в своем деле. Уже не первый раз у них заказываю. Я у них кнопку старт-стоп заказывал. Также недавно узнал, что у них есть всякие пусковые зарядные устройства автомобиля. Ну, в общем, давайте распакуем, покажу, что они прислали. Это лампочки в ближний свет H1. Вот такие вот лампы World Class LED Headlight. И они предназначены для линзованных фар. У меня как раз линзованные фары-держач, но линзы у меня предназначены для галогена. Поэтому я скоро поменяю линзы. Скорее всего, поставим Marimoto, которые именно предназначены для диодов и для ксенона. Вот. И эти лампы туда вообще отлично встанут. Тоже с радиатором охлаждения. Вот такой красивый дизайн. Вообще круто тоже диоды прям в какой-то капсуле. Ну, то есть это технология жесткая какая-то, ребят. Ну, кто шарит, тот шарит. Но это не я. В общем, сейчас оценим, как светит. Давайте восстанавливаем. Так, ребят, это 4300 кельвинов C6 диоды за 900 рублей. Лампочки, которые мне пришли, они 5000 кельвинов. 2700 люминов, эквивалентный световой поток LED-лампы. 5000 кельвинов. Рабочая температура от минус 45 до плюс 55 градусов. Так, ребят, старая лампочка C6 за 900 рублей. Новая лампочка. И вот тут как она просто пробивает, как будто солнце реально. Нашел сайт, называется он Runbox. Здесь можно получать выгрыжи, которые вам выпадут, и вам их доставят по почте. Значит так, я пополнил баланс на 3000 рублей. Давайте посмотрим отзывы. Спасибо вам, Runbox, за Darknet-овскую коробку. Спасибо за подарки, Runbox. Получил коробку с Darknet. Все круто, вроде. Так что, можно начать играть. Да, кстати, у ребят появилась новая коробка Darknet. И сейчас на нее действует хорошая скидка. Можно открыть эту коробку и получить одну из 4 посылок. Доктор Маньяк, Доктор Экзорцист и Наркодилер. Но это еще не все. Здесь можно вообще выиграть iPhone X или MacBook даже. Есть, кстати, бесплатная коробка. Чтобы ее открыть, нужно авторизоваться через ВКонтакте, подписаться на группу Runbox, поделиться записью ВКонтакте. И как минимум один раз пополнить баланс последние 24 часа. И тогда можно абсолютно бесплатно испытать удачу. Так, ладно, ребят, давайте какую-нибудь коробочку откроем. Коробка номер 3. О, смотрите, ребят, я выиграл 3D-дручку. И можно ее либо продать за 3000 рублей, либо заказать доставку. Продаем. И у нас на балансе вместо 3000 стало 5. И давайте другую какую-нибудь откроем коробочку. Мне выпадают всякие призы. И их можно либо себе заказать, либо продать. Bluetooth-колонка JBL за 600 рублей. Давайте закажем доставку. Потому что колоночка мне нужна. Так что, ребят, по ссылке в описании вы получите 50 рублей и 20% бонуса на депозит. В принципе, меня очень порадовало то, что можно выиграть вообще iPhone, iPad, MacBook, часы, Apple Watch и прочие крутые призы. Так что заходите, играйте, смотрите. Группа Runbox насчитывает более 700 тысяч участников. Это давно проверенный сайт, который действительно высылает вам коробки, которые вы выберете. Здесь у нас линзы. Это линзы, предназначенные для диодов и ксенона. И это в подарок, типа, мне габаритки диодные. Так, это у нас все переходники тут. Вот тут. Видите, эти рамки специальные. Написано VR7.1. Нигде не написано, что это Marimoto. Называются они на сайте вот так вот. Комплект Mini H1G6 с рамками для замены галогиных линз автомобиля. Включаем свет. Смотрим. Светит вроде хорошо, да, ребят? Пристегиваемся. И едем ставить новые линзы. И сравниваем результат. На правом заднем барабане прикипела колодка и пришлось разбирать барабан. Сняли, прочистили и все, поехали. Разбираем фару. Разбираем фару. Так что погнали, разбираем фару. Снимаем старую стоковую линзу. Ставим туда новую линзу. Собираем фару на шовный герметик. Все ставим обратно и смотрим результат, как светят фары. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok В комплекте у меня тут были, то есть, вот эти рамки переходные. Болты эти нужны для того, чтобы вот так вот ее поставить, установить. То есть, она короче, как мы вам показывали. И вот эти болты, они будут ее выпирать, чтобы она выпирала точно так же, как и стоковая линза. Установка линз, это далеко не все, что мы сделаем в этой серии. Так что смотрим дальше и наслаждаемся. Трусы, пушка, гонка и все вот эти слова, которые хейтеры не любят, просто будут произноситься из ваших уст. И prog, гонка и все вот эти слова. И при Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ребят, мы закрасили маски фар матовой краской, просто баллончиком, и получилось охеренно. Просто, ребят, вот за это лайк. Мы поменяли линзы, закрасили маски фар, и это стало просто стоковая оптика на максимальном офигенном тюнинге без колхоза. То есть никаких ангельских глазок нет, никаких вот этих диодов снизу тоже нет. Ну, кому что нравится, но я считаю, что это не очень. Вот это самый оптимальный и крутой вариант, который выглядит лучше всех остальных просто фар, которые есть для ВАЗ-2110 и 1112. По спеку это у нас кержач фары, линзы LX-mini, стоковый 2,5 дюйма, у меня сейчас стоит 3 дюйма. Вот такой вот герметик ушел, кстати, весь тюбик, и вот такой вот баллончик матовой краски. Ушел, кстати, немного, но вот эту краску не советую, потому что она потекла. В три слоя покрашены маски фар, а сейчас еще поговорим про мою шви, шумовиброизоляцию. По шви, шумовиброизоляции, которую мы делали. Те, кто написал, что шумовиброизоляция не клеится снаружи, она клеится внутри, давайте я вам покажу компанию, которая занимается именно установкой и оклейкой шумовиброизоляции, специализируется только на этом, и покажу вам просто вот эту фотографию. Соответственно, видим то, что это арка. И то, что здесь сделана шумовиброизоляция, точно так же, как у меня. Ну и дальше они еще сделали звукоизоляцию, но я считаю, что звукоизоляция это уже маркетинговый ход, потому что она намокнет там и прочее. И также еще можно зашумить подкрылки, то есть на подкрылке тоже клеится шумка такая мягкая. А сейчас Вова еще добавит свой комментарий. Итак, дорогие друзья, почитали комментарии с нападником по поводу ваших, так сказать, статьи, то, что надо было использовать горелку. Сделано по обычной технологии, которую все применяют, и не только в нашей студии, а, соответственно, в другой любой студии, где занимаются именно шумоизоляцией автомобилей. Механическим путем сначала очистилась арка, соответственно, обработались швы герметиком, где нужно было при необходимости. Далее, почему использовался грунт? Для того, чтобы скрыть зачищенные полосы металла, в дальнейшем не было коррозии. И, соответственно, сверху была уже на горячую приклеена виброизоляция. Почему на горячую? Потому что, как мы в том ролике сказали, она некачественная попалась, и не обратили внимания, ни я, ни сам Ваня не обратил внимания на это. Только потом уже при поклейке я уже понял, что это немножко не то. Но все приклеилось, и если вы такие все классные и потрясные ребята, можете приехать ко мне на студию специально с Ваней. Мы поднимем машину на подъемнике, даже ради вас, ради этого мы найдем время. Поднимем тачку на подъемнике, и я посмотрю, как вы просто своими руками будете отдирать эту виброизоляцию от подкрылок. Он никак не слетит. То есть, только где-то куда-то в пустыню уехать, и там колесить с утра до ночи. Кто говорил по поводу горелки, но техника безопасности. Заднее правое колесо, у нас там идет заливная воронка из-под бензина, да? Ну вот, включите горелку, и я на вас посмотрю, как вы будете ее клеить. Если машина, не дай бог, сгорит случайно, вы берете горелку и начинаете ее внутри прогревать, или прогревать этот лист, соответственно, пока он горячий, вы пока его наносите, он уже остыл. В любом случае, его надо там внутри прогревать, и потом уже раскатывать роликом прикаточным. Это все не секрет, все это продается. Если кому-то что-то нужно сделать, любые вопросы, неважно какая машина, все можно решить, пишите в соцсети, у вас не оставят ссылочки в комментариях. Скидка 10% по промокоду Мандарин, вот, в комфорте МСК. Фары установлены, маски, фары покрашены матовой краской, и также еще в новых линзах стоят электрические шторки, которые при включении дальнего с ближним, пучок у них открывается, и они светят вверх, и получается дальний свет теперь круче. С машиной я просто в шоке теперь. Это самое лучшее, как я уже сказал. Сейчас герметик еще просохнет, пару дней машину не буду мыть, чтобы не запотела фара. Ну, вообще, офигеть, вообще, ребят, разница просто офигеть. Если в линзы поставить ксенон, это вообще лютая тема. Ну, как вы знаете, ксенон у нас в России запрещен, поэтому у меня стоят диоды. За диоды тоже в некоторых регионах лишают прав, но по закону не имеют права лишать. 12.5 часть 1 за диоды, и могут только лишь вам выписать 500 рублей штраф или предупреждение. Смотрите, ребят, это первое. Второе, линза сама, если на нее посмотреть, она не будет ослеплять ваш глаз. До этого у меня стоял... Юб... Пипец. Ребят, я застрял сейчас, я выберусь и продолжу общаться тогда. И теперь у нас стоят линзы, специально предназначенные для ксенона, би-линзы. Соответственно, мы ничего не нарушаем, потому что у нас установлена оптика, предназначенная для ксенона. Но документов у нас же никаких нет. Как бы максимум у нас останется чек на сами линзы. Вот, и то, что вы там, сотрудники, будете показывать, то, что у вас такие-то линзы, как бы человек ему пофиг. На фаре гравировка галогена. Вот, это, конечно, косяк полный. А так, у меня теперь оптика полностью предназначенная для ксенона. Дорога полностью пустая. Едем, освещает вообще. Дальник включил, дальний вообще лютый. Вот, смотрите. В линзы Marimoto Mini, которые есть на электрокоте, можно поставить и галоген, и диоды и ксенон. Оставлю ссылку в описании на линзы Marimoto Mini. И оставлю ссылку в описании на мои лапочки, которые сейчас у меня стоят в ближнем свете. Минусы кнопки старт-стоп, то, что можно уехать просто без ключей, ребят. Что я сейчас и сделал. Уехал за 25 километров. У Димы наш гараж тоже скоро должен выйти видос по замене линз на би-линзы для ксенона. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть на его канале, как у него получилось их установить и какой эффект они дали. С таким видом на габаритках с американочками теперь абсолютно другой облик виду машины. Я очень доволен результатом. Всего лишь надо было покрасить маски матовой краской и все, вид преобразился. Я просто в шоке реально с проделанной работы, с результата. Это офигенно. И как обещал, у нас розыгрыш. Так как я поменял лампочки в ближнем свете, поставил лампочки от электрокота, помощнее. Я разыгрываю лампочки C6, которые до этого у меня стояли в ближнем свете. C6 H1 цоколь 4300 кельвинов. Второй человек получит габаритки диодные. Очень часто спрашивают, Ваня, а что у тебя за лампочки стоят в габаритах? Обычные, ребят, диоды. Вот. Я надеюсь, кто это выиграет, будет очень доволен своим призом. Для этого нужно подписаться на мой канал, открыть подписки у себя на YouTube, подписаться на мой Instagram и поставить лайк к этому видео. Также обязательно оставьте ссылку на свой Instagram в комментариях. Через неделю в следующем видео я выберу победителя, либо на стриме онлайн выберем победителя на моем канале. Комментарии без ссылки, в розыгрыше не участвуют. Продублирую в описании условия. Всем удачи. Эти лампочки могут стать вашими. В общем, вот такой вот у нас результат получился. Я думаю, вы поставите лайк, потому что, если вы не поставите в розыгрыше, вы не будете участвовать. Ребят, в принципе, это было все. Наслаждаемся двенашкой. Париж, Калифорния, Париж, Калифорния, Париж, Калифорния, синий свет днем в их ламп. В моих мечтах Париж, Калифорния, ты хочешь меня не помнить, да? Память, вода, мысли, яд, ты сияешь, как будто луна, ты моя. Разведенная, как шелби-мустром... Спасибо.